Приветствую вас, возьму гости, братья и сестры. Только не так давно у нас был переходящий праздник Святой Троицы. И вот одна женщина в социальных сетях меня спросила. Батюшка, подойдя к иконе Святой Троицы, я увидел на иконе в чаше на престоле голову животных. Что это такое? Давайте обратимся к объяснению. Сейчас вы на экране видите икону Святой Троицы Рублева. Если обратите внимание, сами ангелы символизируют собой определенную чашу престола. Я буду все объяснять, показывать. А в чаше агнец как бы лежится. Что это за агнец? Что это за жертва такая? Мы, когда совершаем проскомидию, мы читаем такие слова. Яко овча на заколении ведеся, яко агнец непорочен, прямо стягучего и гоже безгласен, так и не отверзает ус своих. Что это значит? Что Господь добровольно по послушанию, по повелению Отца Своего Небесного пошел на это заколение и стал нового заветной Пасхой. То есть это символично, та жертва на престоле, как Господь себя принес, как, можно сказать, в Ветхом Завете приносили в жертву Господу кровные жертвы, ягненков, тельцов и тому подобное. Но сам Господь стал новозаветной жертвой Пасхой. И сегодня мы можем о благере Господа за то, что мы совершаем бескровную жертву, причащаемся тело и крови Господа, используя это просфору и вино, не приносим животных в жертву. Когда происходит таинство крещения, то мы не отрезаем крайнюю плоть, потому что Господь исполнил Ветхий Завет, Он претерпел обрисание и исполнил. Сегодня отрезается маленький кусочек волосика. То есть Господь проявил свою новозаветную любовь и сказал, что всех, приходящих ко мне, не жену Он. Поэтому праздник Святой Троицы — это день рождения Церкви, а оно радостно для нас, потому что мы приближаемся к Богу. Аминь.